Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет знакомство с комплектом видеонаблюдения за 15 минут, добродушно предоставленный производителем RECSANT. Скажем так, мне в пользование, мне на пробу, плюс хочу познакомить вас с этим комплектом. Готовый комплект для установки, это, как тут пишет, отличное решение для небольших объектов, квартир, загородных домов, офисных помещений, гаражей, стоянок, быстрый монтаж, не требующих профессиональных навыков. Это, кстати, сегодня прям в точку, потому что с таким комплектом я вообще сталкиваюсь впервые, но мне кажется, все равно рано или поздно каждый мужик, и не только мужик, задумывается поставить где-то камеру для безопасности, для наблюдения. Ну, мы живем вообще в частном доме, нам даже на въезд на ворота не помешала бы камера, чтобы из дома уже видеть, кто к нам подъезжает. Также, что еще тут пишут? Инструкция по эксплуатации и установке в комплекте. В общем, болтать можно вечно. Давайте распакуем эту коробочку, быстро пробежимся, что внутри, попробуем все подключить, посмотрим, как это все работает. Так, ну и сразу будем знакомиться, что нас встречает внутри. Первое, что бросается в глаза, это четыре видеокамеры. Правильно хоть сказал? Нет? Четыре. Внешняя установка, день-ночь, разрешение Full HD, объектив, так, хоть внешняя, как назвать-то? Ну, внешняя камера, не видеокамера, а внешняя камера. То есть, их тут четыре в комплекте. Вот так, вот такого формата они выглядят. То есть, у меня в комплекте все четыре уличных камеры. Раз, два, три, четыре. Есть. Так, есть подробная инструкция. Это нам понадобится установка камеры, установка жесткого диска, подключение камеры, подключение блока питания, подключение к монитору и подключению к сети интернет. Соответственно, согласно инструкции, дальше у нас есть четыре комбинированных кабеля. Они каждый по 20 метров. Раз, два, три, четыре. Есть. Есть проводная мышка. Да, есть. Есть одна штука. В комплекте, в коробке, также сразу идет у нас видеорегистратор с разными входами. Поначалу немножко вызывает панику, потому что что куда вставлять. Но есть у нас инструкция, все на русском языке. Есть еще маленький диск. Пока не знаю, что на нем. Но в инструкции тут у нас все подробно расписано. Также идет блок питания и зарядник. Или как сказать, тоже блок питания для видеорегистратора. А, есть еще такие наклеечки. Видеонаблюдение. Так можно будет наклеить куда-нибудь по приколу. Чтобы знали, чтобы все боялись. Так, со стола сейчас все лишнее убираем. И попробуем воссоздать, как сказать, рабочую атмосферу. Так, друзья, ну что, тест номер один. Бра-бра-бра-бра-бра-бра. Что нажимать? Сейчас попозже вернусь. А снова рекламная пауза. А я думал, сейчас все вставлю и бах, картинка показалась. Так, не переключаемся. Друзья, все, полчаса позоры. И мы вообще мастера по установке видеонаблюдения. Можно теперь выезжать, деньги зарабатывать, устанавливать видеокамеры. Так, подключил я две видеокамеры. Вот такая у нас картинка. То есть, вот она, первая камера. Это она вон там немножко криво смотрит. Но ладно, главное, что она смотрит. А вторая камера вот лежит на сверлильном станке. Смотрит на воротину. Что хочется сказать? Давайте сначала. Тут, короче, много разных настроек. Можно настроить по яркости, контрактность, насыщенность, оттенок. То есть, все это двигается. Можно сделать там картинку поярче, если надо, допустим. Мышкой можно нажать вот так, крупным планом. Вон руку. Вон туда можно. То есть, все нормально видно. А разрешение у нас 1080. В принципе, все окей. То есть, я понимаю политику. Вот у нас. Это, кстати, я купил самый дешманский телевизор, у которого есть выход HDMI. У него даже одна кнопка только на экране. Больше нету, остальное только с пульта. Так, давайте пробежимся, как это все подключается. Вот прямо сейчас вместе, чтобы, если вдруг кто-то столкнется с этой ситуацией, чтобы он не тратил час своего времени, пытаясь разобраться, а сразу по-быстрому все определился. По порядку. У нас есть камера. Идем к камере. То есть, у нас вот лежит, допустим, обычная камера уличного наблюдения. От нее идет два провода. Два провода. А дальше у нас вот такая бобина. Они, в принципе, одинаковые. Тут как бы не ошибиться. С одной стороны подключается питание, видеосигнал. А с другой стороны подключается один провод в регистратор. То есть, это видеосигнал. А второй провод идет на питание. Он вот такой, многоканальный. То есть, можно еще три камеры постучить. То есть, и уже через переходник питание идет в розетку. То есть, вот сюда. Соответственно, видеорегистратор у нас подключен через HDMI кабель к телевизору. Телевизор у нас подключен в сетку. И, соответственно, провод питания также идет на розетку. То есть, питание. Ну и USB-мышка. В принципе, вообще ни хрена сложного. То есть, я сначала думал, что что-то не включается. Оказывается, просто не до конца вставил провода. То есть, и вот такая у нас картинка получается. То есть, по итогу телек этот вешается. Ну, можно не телек. Можно было там монитор для компьютера поменьше найти. То есть, ну... У меня, короче, монитор для компа стоит дороже, чем купить самый дешманский телек. То есть, тут ценник, наверное, не больше 4000. То есть, я нашел телевизор. Ну, сейчас он стоит на подножках. А так я повешу на стенку у себя в тамбуре, в теплом. Чтобы можно было спокойно наблюдать и смотреть, что происходит. В принципе, по инструкции ты не промахнешься. Тут все подробно расписано, рассказано, как, куда, какой кабель идет. То есть, подключение к монитору. Можно подключиться к сети интернет. То есть, к Wi-Fi. И чтобы, допустим, с телефона удаленно можно было смотреть, что у тебя происходит. То есть, это тоже очень интересно. Допустим, уехал ты куда-то отдыхать, скажем так. В телефон зашел, Wi-Fi. Оп! И смотришь, какая движуха у тебя на участке происходит. Также, если есть жесткий диск, у тебя идет полностью запись. Ты можешь спокойно открутить, посмотреть, что у тебя происходит. Так, комплект видеонаблюдения за 15 минут. Называется ProConnect. У меня получается он с четырьмя наружными видеокамерами. Но есть комплекты разных вариантов. То есть, бывают и внутренние камеры, все четыре. Бывают две внешних, две внутренних. Тут уже смотрите, как кому удобно. Вот такой идет сочный комплектик. У нас получается четыре наружных камеры. Разрешение 2,1 Мп, 1080 Full HD. Фиксированный объектив 36 мм. Угол обзора 82 градуса. Видеорегистратор. То есть, у меня он подключен через кабель HDMI. Я купил там двухметровый, чтобы удобно было. От видеорегистратора к телевизору. Если, допустим, к монитору, можно через VGA подключить. Идет жесткий диск. То есть, удобно будет, можно записывать, ну, будет идти видеозапись. И если вы куда-то уезжали, допустим, или там кто-то к вам приезжал, можно всегда там открутить, отмотать, ну, видеозапись назад, посмотреть, кто ходил там по вашему участку. Жесткий диск, кстати, уже встроен, идет на 1 терабайт. То есть, это вообще сочно. А, мышка одна. Кабель универсальный, 4 штуки. Блок питания 2. Разветвитель питания 1. И инструкция. Сейчас мы попробуем по-быстрому все установить, подключить, ну, уже на свои места, то есть, расположить. И посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, не буду перегружать видеоролик, то есть, потом уже более подробно разберусь, как через Wi-Fi или как через роутер передавать сигнал на телефон, чтобы можно было удаленно этим пользоваться. Ну, думаю, уже потом, как разберусь более подробно, в следующем видео где-нибудь там, в следующем году сделаю. Ну, чтобы тоже были заряжены. Так, ну ладно, что, пойдем делать. Так, ну что, пошла у нас установка камер видеонаблюдения. Первую камеру воткнул в свой маленький домик. Ну, то есть, с торца, чтобы видеть весь участок. Жена подкалывала потом, чтобы следить, чтобы не катались чужие люди на горках. Так что, нормально. Взял кровяные саморезы и загнал на 3 штуки. Остальные 3 камеры я решил поставить снаружи. То есть, идея какая. Одна камера у нас бьет в одну сторону направления по дороге. Вторая камера бьет, соответственно, в другую сторону направления. А третья уже будет непосредственно смотреть на вход. То есть, кто к нам пришел, кто стучит, кто кричит. Потому что мы все закрываем. И бывает порой собака гавкает и непонятно, кто к нам пришел. Ну, а теперь хотя бы будем знать. Сначала думал закрепиться к электрическому столбу. Но подумал, очканул то, что мало ли кто приедет, увидит, что засверлился в государственный столб. И не дай бог, еще штраф киданут. И поэтому решил крепиться к трубостойке. Все-таки трубостойка моя, законная. Пусть кто попробует что-то сказать. Крепился также на кровяные саморезы. В принципе, опускал камеру. Ну, ослаблял крепеж, опускал камеру. И засверлился спокойно. Держится довольно надежно. Потом уже шестигранником ослаблял болты. И выставлял камеры как не нужно. И, соответственно, их затягивал. Следующим моментом, в принципе, ничего сложного. Уже разобравшись о порядке подключения, просто кидал кабеля. Провода у нас по 20 метров. То есть, в данном случае, у меня тут, наверное, метров 7-8 ушло на всю связку. И остальные мотки просто убрал в пакет. Также, кстати, разъемы видео и питание можно как бы спрятать от окружающей среды. Ну, то есть, защитить там немножко от влаги. Где идет по стене кабеля, можно смело поставить ту же самую распаечную коробку. А где они висят в воздухе, ну, я думаю, как вариант, допустим, посадить в термоусадку. Как бы, тем самым мы немножко зафиксируем, скрепим эти кабеля. Хотя они держатся довольно жестко и надежно. Ну, и немножко защитим от окружающей среды. Уже в доме взял гвоздь в 200 миллиметров и высверлил отверстие, чтобы можно было разметить с двух сторон. Так как стена у нас десятка, плюс вагонка 16, плюс ОСП девятка набегает где-то в порядке 14 миллиметров. А первым сверлом на такую длину сразу не засверлишься. Ну, а далее уже все просто. За кадром сделал полку для регистратора. Повесил телевизор, подключил все провода и вот такая картина у нас получается. В принципе, вообще ничего сложного. То есть, я чайник, я впервые с этим сталкиваюсь. И собрать удалось все буквально за считанные минуты. В основном время уходило чисто на монтаж, на крепеж. Где-то засверлиться, где-то протянуть красиво провода, чтобы не болтались и тому подобное. И по итогу у нас получается 4 камеры видеонаблюдения, которые следят, скажем так, за порядком. Сейчас уже вечер, то есть, я сразу под вечер стал все это делать, чтобы проверить, как они светят в темноте. Видно, что участок аж весь просвечивается, то есть, все четко видно. Я вот тут выбежал на улицу, чтобы немножко, скажем так, манекеном имитировать. Типа, кто-то ломится, кто-то пришел в гости. А сейчас на улице темно. А с помощью камер можно определить, что это вообще за человек. Поэтому, в принципе, я набором очень доволен. То есть, это реально классная штука. Закрывает массу проблем. Помимо того, что ты видишь, кто тебе приезжает, кто к тебе пришел. Все это дело записывается, все это дело фиксируется. И, в принципе, жить становится немножко спокойнее. Поэтому ссылку оставлю в описании. Обязательно зайдите, ознакомьтесь. Все-таки живем уже в таком мире, в котором, ну, немножко стоит думать о своей, скажем, безопасности. Так что, если понравился видос, ставьте лайк. Надеюсь, все было кратко, быстро и по делу. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. С наступающим Новым Годом. Скоро увидимся. Всем пока-пока.